Привет, танкисты и танкистки! Друзья и подружки, хорошего времени суток тебе! В продолжении рубрики «Конспект двочника» сегодня разберем начальные позиции на карте студзянки. Есть целый вагон и маленькая тележка видосов, которые дают куча детальной инфы. А в иных видосах много воды. Под напором такого количества инфы в голове ничего не структурируется и ничего не остается. Короче, цель видео это конспект, а вернее оно работает как конспект, чтобы напомнить тебе в нужный момент, что делать. Например, можно до боя за 20 секунд промотать видео, напомнив себе куда ехать. Лично я, пока делал этот видос, улучшил свои показатели урона вдвое на этой карте, на средних танках. Так это я еще кривожоп-клювокрыл как бы. В общем, ставь лайк, подписывайся, пиши свои советы в комментариях и приятного просмотра. Поехали! Начнем, условно говоря, с первого респа. У нас Алексей на ТВП-50. Смотри, он сейчас встанет вот в эти кусты и будет производить первичный отстрел. В принципе, кто-то это делает, кто-то сразу едет направо. Но здесь поехал светляк АМХ-105, 13-105, и он надеется, что он у кого-то засветит. Вот он засвечивает гриля ПТ-ху, и если бы все шоты залетели, он бы его забирал. А так он попал два выстрела, но, в принципе, 608 урона уже есть. И все, и он едет в стандартную позицию для средних танков направо за домик. И отстреливает вот от этих кустов. Смотри, вот от этого первый куст. Вот он. Он пытается пересветить противника, который стоит напротив наверняка. Смотрим. Вот появляется Тайп, выдает в него барабан. Ну, настреливает урон. Смотри, уже 1600 урона есть, уже 2000 урона есть. Смотри, все, ушел. Перезаряжается. И он переедет вот в левый куст, чтобы снова не появляться в той же позиции, в которой он только что отстреливал. Так, и вот он снова возвращается. Настреливает урона по объекту. И смотри, можно упасть вниз во враг, но здесь этого делать нельзя, потому что три арты. Поэтому становимся, когда много арты, вот за это здание, если у нас все в шоколаде, и отстреливаем танки, которые находятся на самом вот заводе в квадрате С6. Вот, сейчас... Понял, да? Все, окей, едем дальше. Сейчас будем рассматривать вариант, если без арты. В принципе, едем все так же. Тут уже без первичного отстрела, так как ЛТшек нету, да? Никто не поехал на центр. И мы сразу двигаем туда. Также отстреливаем от тех же кустов. Вот, смотри. Вот, и цель такая. Мы вот отстреливаем первого урона в этих кустах. Арты у нас мало. И, смотри, если из противников никто не падает вниз, вон, в ров, а наши ребята, вот смотри, хоп, и занимают, то хорошей позицией, когда нет арты и внизу безопасно, можно спрыгнуть вниз. Смотри, как делает Леха. Смотри, оп. И чуть правее он берет, и вот этой позиции, вот, она удобна для аутыгрыша здесь от башни, смотри. Против ИСа-7 он будет играть от башни. Оп, дает урон. И как бы в относительной безопасности от артиллерии, когда ее нет, можно себя ощущать. Хорошо сказал. Так же есть вариант, когда можно проехать чуть-чуть левее к мосту, ближе к центру карты. Я тебе его сейчас покажу. Смотри, и здесь отыгрываем, настреливаем урон. Арта занята своим делом, а она накидывает по другим тижам. Так, смотри, здесь у нас вариант ботча 12-тон поехал, светите. И, смотри, вот, первый отсвет, и он наносит урон, да? Первый урон, отстрел. Так, ну здесь еще можно, наверное, пострелять, да? Там вот средние танки светятся, да-да-да. Ага, вот. АТ-62, ага. Ну и наверняка сейчас, опять же, поедем направо в те же кусты. Здесь нету арты, и здесь можно сделать так же, как в предыдущем бою, упасть вниз в речку, в русло реки. И пострелять там, давай посмотрим. Так, здесь первичный нет. Сразу, сразу, да? Первичный не стал делать, сразу падает. И вот опять правее, да? Вот это местечко правее. Отсюда ведем отстрел от башни. Ну тут не совсем от башни, да? Но в целом, вот смотри, оп. Как бы ведем отстрел отсюда. Хотя здесь опасно, видишь, тут ПТ. Есть такой вариант, просто проехать левее. Смотри. Потому что ПТ-хи там разберут. Мы проезжаем вот сюда, ближе к центру, к заводу. Так, и тут можно уже вести отстрел. Самому светить себе. И самому себе наносить урон. В моем смысле наносить урон в свою копилку. Так, ну что, еще один пример с отстрелом вначале по свету. И потом проездом направо и нырянием в речку. Так что давай. Затаившийся тигр, крадущийся дракон, да? Или наоборот. В общем, не важно. Смотрим первичный отстрел. Так, на Еписи это то, что надо. Как бы пушка отличная. Можно вообще ошмалять. Но первый выстрел не очень удачный. Так, ну вот Т-49 светит, кого может. Дали первичный отстрел. И, наверное, можно отсюда уезжать. Вот смотрит тоже слева. Слева никого. То есть отсюда можно отстрелять, кто спереди, слева и справа. Ну, тут видишь, просвет был только, кто слева ехал на завод. Ну, как бы, условно, да? Так, давай смотреть дальше. И сейчас все. В принципе, тир закончился. Едем снова к тому домику с кустами, который справа, да? Тот домик, который справа. Погнали. Смотри, вот, подъехали. И снова крадущийся тигр, затаившийся дракон. Оп, постояли. Никого. И, наверное, можно нырнуть. Так, хорошо. Лезть справа, наверное, это было бы опасно, потому что 3ПТ, и это было бы очень жестко. Ну, вот тут можно подстрелять по ИСу-7, который на заводе подставляет зад. Вот. И смотрим. Также можно светить самому себе, кто находится на центре в кустах. Ну, ты спросишь, а как же слева? Что у горы делать? Ну, давай посмотрим, что делают киберспортсмены у горы. В принципе, ничего сверхъестественного. Они просто подъезжают горе, начинают светить тех, кто пытается забраться на гору, и отстреливают, кто светится у завода. Давай посмотрим, как это происходит. Если вы появились на противоположном респе, и хотите поехать на гору, тактика действий такая же, как и с этой стороны. Так, ну что ж, давай смотреть. Главное, сильно он тут не высовывается, подсвечивает противников, которые пытаются заехать на гору, ну, пострелять что-то от башни, если удастся. Вот, допустим, да, ну, тут землю вскопал. Ну, тут довольно интенсивные действия, поэтому тут трудно прицелиться. А еще, как бы, не получить урон, надо думать об этом. Так, ну что, здесь такая интенсивная борьба происходит. С легким танком и двумя средними противника. Давай посмотрим, как он выйдет из этой ситуации. Дает урон. И посматривает направо. Одну ягодку беру, на вторую смотрю, третью примечаю, как говорится. Вот, ну тут трудно давать урон, а вот тут, если тапок выйдет, то будет хорошо. Так, смотрим. Ну вот, пожалуйста. Ну и еще одна позиция. Левый фланг рассмотрели, правый фланг рассмотрели. Вкратце. Давай посмотрим, что можно, условно говоря, сделать по центру, да. Центр, это, я считаю, вот этот вот завод. Тут есть тоже одна позиция, с которой можно отстреливать, получается, правый фланг и центр. Ну, так же бывает, что какой-то из флангов просто прожимают, и нужно уходить в деф и отстреливать. В данной ситуации у нас продавили гору, левый фланг, и нужно его задефать. Смотри, что делаем. Делаем так. Можно вот отсюда, с города, из кустов отстреливать танки, которые едут с завода. Вот, так же отсюда виден просвет танки, которые заезжают с горы сюда, на наш, как бы, рез, да, подкатываются. Вот, но лучше подъехать, вот сейчас покажу чуть позже, горка, с которой можно отстреливать противников. В принципе, эта горка полезна при отстреле и дефе правого фланга. Так же, давай, сейчас я покажу. Посмотрим, можно эту горку использовать в виде укрытия. Смотри, и кусты тут есть, и укрытия, и все прекрасно. Вот, смотри, тут у нас проломили наш уже правый фланг. Заезжаем на эту горку, в эти кусты, и отсюда можно дефы. Ну что ж, давай теперь отсмотрим, условно говоря, второй пресс. О, тактика здесь такая же, как и на первом. Она зеркальна фактически, не до пикселя, но в целом для новичка пойдет. Давай посмотрим. Так же подъезжаем. Тут же такое же здание, как и там, только оно в виде храма. Здесь так же три куста. Вот, допустим, выбираем этот. Нужно пересветить врага, дать ему урон и уйти за это здание. Потом нужно отсветиться. Отсветились и для эффекта неожиданности выйти из другого куста уже. Потому что там нас могут уже ждать. Ну тут возможно стрелять. И смотри, он тут падает так же вниз. Греку сейчас вот стреляется по конфетке, по Ягебе, да? Вот бы все. Вот. И смотри, он хочет поехать в то же положение вот налево, но передумывать, да? Ну, видимо, здесь как бы ему неэффективно отыграть. Он решает, что заехать отсюда удобнее. Ну, потому что союзник, он настреливает слева, да? И он на него нацелен. И тут он как бы подкрался сзади. Давай смотреть дальше. Также едем к нашим кустам. Добрым, красивым, хорошим, которые дают нам кучу урона. И тут есть еще один как бы фланг, куда можно отстреливать. Смотри, все то же самое. Ну тут он почему-то переборщил, да? Вылетел из кустов. Вот, смотри, можно отстреливаться по центру. Если так же, вот, посмотрели. Никого не светим. Видишь, на центре. О, Т-55А. Ага. Прострелить можно по нему? Можно. Но рикошет. Но в целом, если бы пробил, был бы урон. И тут, в принципе, действия такие же. Стрельнули, отсветились в другой куст. Стрельнули, отсветились в другой куст. Также смотрим на центр карты в сторону завода. Вот, и тут, наверное, стоит нам уже, когда продавили, прыгать вниз. Прыгнули вниз. И вот эта вот зона, да, она же все та же. Отсюда востреляем. Вот, оп, налево уходим, да? Ну здесь он решил давить. А, нет, нет. Вот, видишь, как бы от нее стреляем. Все то же самое. Тактика зеркальна, как и с первого респа. Несмотря на то, что здесь три арты, шутник все-таки решил нырнуть сюда на свой страх и риск, наверное. Так, здесь смотрим. Также возможен отстрел. Но шутник поехал в центр. И несмотря на то, что ЛТХ у них не поехал, он все равно понадеялся на какой-то засвет. Видимо, что враги начнут стрелять и спалят свои позиции. Ну что, смотрим. Это тоже классный вариант, когда ты, в принципе, можешь пострелять в центре и изначально забрать какой-то урон. Потому что слева не поехал никто. И ехать туда одному сливаться тоже такое себе. А тут можно вроде и пострелять, но главное успеть вот отъехать. Отъехать в смысле не в ангар, а отъехать вот как бы с бугра вниз, спрятавшись за насыпь. Вот. Ну что, давай продолжим. Также есть вариант, когда ты поехал налево, также начал отстрел, но что-то пошло не так, и тебе насували, не стоит бодаться, не стоит, если у тебя там меньше полхп, вот смотри, как сейчас в примере, не надо в этой позиции стоять и доказывать кому-то, что ты манкин танкист. Да? Просто уезжай. Смотри, Алексей просто берет и уезжает. Он не хочет слить свой танк, он сейчас получит еще урон и уедет назад на позиции играть в ПТ. Здесь это круто, учесть, что противник сильно уже поджимает. На первом респе сделать то же самое можно, там есть классные кусты, и после них ты просто отъезжаешь за холм в квадрате G2, F2, E2, ну ты понял, да? Я это уже показывал. Вот. Поэтому ничего здесь сложного нету. Смотри, он отъезжает, и сейчас увидишь, откуда можно настреливать. И не просто как бы надо сделать и уехать, а повалить деревья там, да, и стрелять. Вот смотри, он здесь потихонечку отъезжает, накидывает урон, но в целом его цель уехать вообще наверх. Так, вот здесь как-то фантастический выстрел залетает. Так, смотри, вот, оп, он стреляет, и если по нему сейчас будут стрелять, есть здесь холмик, сейчас его покажу, за который можно спрятаться. Вот, смотри, вот, первые выстрелы пошли по нему, и вот он холмик, смотри, оп, и можно спрятаться, если тебя палят. Ждем, когда обстановка разрядится. Вот смотри, оп, подъезжаем в самый угол, там прячемся, да, вот есть кусты тут. И если все отъехали, ну, как бы тебя не видно, да, и ситуация как бы не очковая, можно повалить деревья, которые спереди, ну, перед тобой. Сейчас это тоже будет видно. Видно на видео, как это делается? Вот, да, вот, 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 вот он беспалево валит деревья и отъезжает назад, чтобы давать отстрел по вражинам, вражеским танкам. Ну, а мы на этом наш обзор карты студзянки заканчиваем. Спасибо, что посмотрел. Ставь свои лайкосы, подписывайся на канал и вперед, бой! Наноси тысячи, тысячи урона. Всего тебе хорошего, мой друг.